Всем привет, с вами Аура, мы сегодня мы посмотрим, как будет взаимодействовать Роза против остальных бравлеров. И нет, ребят, я, к сожалению, не получил доступ к тестовому серваку, но есть официальный ютубер, которого зовут Лекс, наверняка вы его уже видели, вот так вот он выглядит, такой вот взрослый дядька, который записал этот видосик. Я и предлагаю посмотреть именно его видео, то есть я показываю это его канал, я не воровал его видос, я просто его посмотрю, потому как, ну, мне действительно очень интересно, как Роза будет взаимодействовать с другими бравлерами, и надеюсь, не он меня не страйканет, не суперселы за это, но, правда, очень сильно интересно. Но перед началом, ребят, кто из вас хочет получить Розу бесплатно? Если такие есть, прямо сейчас ставьте пальцы вверх, и по ссылке в описании переходите в мой телеграм-канал, который скоро вот-вот запустится, и там будут публиковаться новости. Помимо прочего, там будет запущен конкурс и на Розу, и на новый скин Пенни, и в то же время ежедневно на стримах там будет раздаваться денюжка, ну, примерно по 100 рублей, человек 10-20, я не знаю, поэтому подписывайтесь на мою телегу. Я решил завести телеграм, исключительно потому, что Вигеймерс меня немножечко, если честно, разочаровал, поэтому буду теперь пиарить свой собственный телеграм-канал. По ссылке в описании, ребят, уже скоро очень много там будет интересного. Ладно, погнали смотреть Лекса, что он нам расскажет. В общем, он говорит, были сникпики, я уже рассказывал, а сейчас я хочу посмотреть, как же Роза взаимодействует. Ну, все то же самое, что я вам говорил, да? Ширекс? И понял, что это значит. Он говорит, что Роза может херячиться абсолютно с любым браулером, кроме браулером, сорянка. Браулером, браулером, за исключением Пайпер, потому что у нее очень большой радиус. Он говорит, что Розы суператака, она позволяет справиться абсолютно с любым браулером. Абсолютно. Он говорит, я покажу это в конце концов, ну, типа, я думаю, в конце видео, и мы посмотрим. Типа, крутая тема против Розы, насколько я понял, да? Или нет? Подождите, давайте еще раз. Он говорит, ну, то есть, он да, он говорит, если вы видите, что Роза завязала свой супер, просто бегите. Бегите и просто бегите. Давайте посмотрим на первых нескольких браулеров. Это, значит, у нас Поко, Пайпер и Рико. Окей, гоу. Ну, понятно, в принципе, она ближник. Ясен Пень, она будет их уничтожать. Это ясно. Смотрите, он ставит, получается, браулеров так, чтобы Роза могла по ним стрелять. То есть, ровно на ту дистанцию, на которой она может по ним стрелять. Но в реальных поединках, ну, очевидно, что ближник убьет Пайпер, нет? Ну, та же история. Понятно, но это нет, это же ясно. Ну, блин, это понятно, она ближник. Ну, любой ближник убивает не ближника сблизи, нет? Ближник убивает не ближника сблизи. Это даже как-то тупо звучит, но это же просто очевидно. Мне вот интересно, она сильнее, вон, она что, сильнее реально була, если бул подойдет вот так впритык? Или Шелли, если Шелли ультанет? Так, Нита, Джесси, Пенни. Блин, ну ясно, это ясно. Это прям, ну, типа, просто, да понятно, блядь. Ну, ребят, кому непонятно, скажите, кому непонятно, что ближник убивает не ближника в ближнем бою? Говорит, что Нита довольно, довольно неплохо развалила, но я там не увидел ничего такого сверхнеплохо. Ооо, взаимодействие с легендарными броулерами, смотрим, ребят. Сразу двумя. О, Кроу и Спайк, отлично. И еще и Барлей, ну, блядь, Барлей. Серьезно? Воу, хотя смотри, 1688, неплохо. А ну-ка. Пам. Блин, все равно, все равно, вот, как-то очень странно. Мифик, хорошо. Тут дело, блин, не в мификах, я не понимаю, как, то есть, объясните мне, зачем он это показывает, зачем, ну, то есть, здесь же, здесь же, очевидно, еще раз, они дальненькие, ну, не могут они справиться с ближником вблизи, ну, ёпты. Окей, дальше у нас Джин, Кольт и, причем очень, опа, не, я подумал, что он его сейчас разнесет. Вот Карла бы поставить так вот в удачное положение к бочке, да, чтобы, ясно. Ну, понятно, это ясно, это ясно. Ребят, давайте так, я буду его аналитику проматывать практически все время, если вы хотите, можете посмотреть у него на канале, прям полностью, потому что, ну, какая может быть аналитика здесь, ну, типа, это же смешно. Поэтому давайте я буду мотать. Так, окей, Тара, о, Мортис уже появился и Дэрил, вот это уже другое дело. Это реально другое дело. Хорош, ну, блин, слушайте, она рвет Дэрила. Вот это, кстати, тоже страшно было, потому что еще бы одна плюшка от Тара и все. А ну-ка, Мортис. Опача. Ну, Мортис в некоторых ситуациях может ее порвать. Оу, как Брок облажается. Роза против Брока. Решил он же один на один херячить. Ой, ну это было рядом прям. 980 хп. Говорит, поможет ли ремоделинг Бо против Розы теперь или нет? Ну, мне нравится Бо сейчас. Ну, кому нравится, скажите, ставьте пальцы вверх. А ну-ка, смотрим. Ой-ой-ой-ой, это прям вообще было очень близко. Опа. Это кто? Кто победит? Джесси! Будет ли Джесси той самой чувихой, которая первая уничтожит Розу? И... Нет! Ну, блядь, ну... То есть, смотрите, была ульта, да? Вот это важно, да? Это важно понимать. Давайте еще раз посмотрим. Просто важно. Важно понимать, как было бы в реальном бою. Жалко, что нельзя замедлять, но суть вы понимаете, да? Вот смотрите. У нее уже есть ульта. У Розы сейчас 700. Если бы обе ультанули, по справедливости, обе бы ультанули, то Роза улетела бы. Но из-за того, что Шелли просто стоит и не ультует, а Роза продолжает бить, то типа вот такая история. Что нам скажет Лекс? Ну, если расценивать сугубо тыки, то да, казалось бы, Джесси должна ее уничтожить, но нет. Динамайк, окей. Вау! Полегче! Тоже 616. Короче, она всех порвет, да? Окей. Вау! Вау! 456 хп. Кто бы мог подумать. Лол. Плюс он набил ульту, да? А, не оба на ульте, просто понятно. 56 хп. 56 хп. Он банку подобрал. Ну, блин, странно как. Вообще дико странно. То есть, Джесси вблизи не убивает Розу, но ее убивает Фрэнк. Как? Как это работает? Он хочет поставить против Карла, который будет к стенке, я так понимаю, бить, да? А где бык? Я так понял, это те бравлеры, которые будут убивать все-таки Розу. Ха, понятно, 112 хп. Ясно, найс. Блин, очень хочу поиграть с этой чувихой. Говорит, что в реальной, в жизненной ситуации, вряд ли такое случится, но все же. Леон, найс! Сука, Леона один в один убил Розу. Пэм! Полегче, тоже валит Розу. Кстати, ближник, да, вроде бы? Окей, Эльпримчик. Да, Эльпримчик должен валить, по идее. Да, даже без ульты. Изи. Очевидно, что и бык завалит, значит. Он говорит, конечно же, кто будет топ-1, это Бул, у кого останется больше всего хп. Очевидно, что это Бул, потому что это мастер прятания в кустах, бла-бла-бла. Го смотреть. Ваааах, ну тут прям солидно. 4.912. Хотите контрить Розу? Берите Була. Уоу! Если Роза будет иметь супер-атаку, то и против Була, то посмотрите, что произойдет. Ёбушки-воробушки! Без шансов, боже, блин! Под супер-Розой это вообще никто, ну, никто не выживет. Это даже не близко. С ее супер-атакой она уничтожает абсолютно любого бравлера. Абсолютно. Если вы находитесь рядом возле Розы, а она заюзала свой супер, просто сдавайтесь. Ты мертвый. Короче, в общем, он говорит, опять же, очевидные вещи, то есть все, что вы увидели сейчас, это было нежизненная ситуация, это просто проверка сил Розы, грубо говоря, статистика, да, то есть мы просто посмотрели, как она взаимодействует. В реальной жизни все будет по-другому, но факт остается фактом. Не подпускайте Розу близко к себе, кем бы вы ни играли. А если она под супером, просто бегите. Действительно, просто бегите. Если вы сможете помогать ее, стойте, поките на нее, держите на дистанции, и тогда вы сможете довольно хорошо против Розы. Все, кто играют танками, знайте, это новый танк в городе, и поэтому остерегайтесь. Красавчик! Мне на самом деле очень понравилось. Типа, Лекс, молодец, спасибо тебе. Надеюсь, никто меня за эту реакцию, скажем так, не страйканет. В целом, мои ощущения от Розы классная тема. Реально, очень хочу ей поиграть. Возможно, будет моим любимым ближником, потому что ближниками, если честно, я играть не люблю, неинтересно, скучно и так далее. То Роза может стать действительно первым интересным ближником-бравлером. Поэтому, ребят, пишите свои ощущения в комментариях, не забывайте подписываться на мой Телеграм, ссылка на него в описании, там скоро будет конкурс, в том числе и на Розу. С вами был Аурум, если вам нравится такой подобный формат на основном канале, тоже с вас лайкос. Ой, всем удачи, ребят! Пока!